Отмечу с ноября прошлого года, после теракта в Париже, когда погибли 130 человек, во Франции действует режим чрезвычайного положения. Помимо этого, власти приняли решение усилить меры безопасности в столице и других городах, где в эти дни проходит чемпионат Европы по футболу. Однако даже усиленные наряды полиции не смогли предотвратить массовых столкновений фанатов из разных стран. Самыми активными оказались россияне. Вслед за субботними драками в Марселе, российские болельщики оказались участниками новых стычек, на этот раз в Лиле. Дальнейшее выступление сборной России на Евро-2016 теперь под угрозой. УЕФА оштрафовала Российскую Федерацию спорта на 150 тысяч евро и арестовала более 40 россиян. Валерий Кипилов продолжит. Массовые аресты, смерть мозга английского болельщика, штраф и угроза досрочного и бесславного окончания чемпионата. Скандал, связанный с похождениями российских ультрас во Франции, набирает обороты. Сегодня французский спецназ задержал автобус с российскими футбольными фанатами, направлявшимися из Канна в Лиль на завтрашнюю игру со Словакией. По данным правоохранителей, в автобусе были люди, причастные к марсельскому побоищу. Существуют четкие признаки того, что как минимум некоторые из них принимали участие в неприемлемых насильственных действиях в Марселе. Поэтому очень важно провести проверки. Если власти решат, что эти люди представляют угрозу порядку и общественной безопасности, их вышлют из страны. Из находившихся в автобусе 43 человек 35 отказались выходить, требуя присутствия российского консула. Шестеро из вышедших из автобуса были сразу отправлены в местное СИЗО для оформления депортации. Остальных поначалу решили отпустить, но тут стало известно о фактической кончине англичанина, пострадавшего во время драки с россиянами. Его мозг перестал работать, и ситуация резко изменилась. Прокуратура Марселя на сутки арестовала водителей и всех пассажиров автобуса. Задержанных отправят в Марсель для судебных разбирательств теперь уже по делу об убийстве. Тем временем в России к случившемуся относятся неоднозначно. Твиттер откровения члена исполкома Российского футбольного союза и депутата от ЛДПР Игоря Лебедева о том, что, цитата, «Молодцы наши ребята так держать», нашли отклик в микроблоге другой высокопоставленной фигуры. Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин отозвался о россиянах, устроивших избиение англичан так. Нормальный мужик, каким он должен быть, вызывает у них удивление. Они же привыкли мужиков на гей-парадах видеть. Господин Маркин решил поделиться своим внутренним миром с читателями твиттера буквально через сутки после трагедии в американском Орландо. В гей-клубе «Пульс» погибли 49 человек. В Москве при попытке почтить память жертв теракта у посольства США двое молодых людей с табличкой «Любовь побеждает» были арестованы. Их обвинили в проведении несогласованной акции. Это к вопросу о приоритетах правоохранительных органов России. А вот российскую сборную по футболу ждет наказание от УЕФА. За уже содеянное руководство европейского футбола условно дисквалифицировало россиян до конца турнира и оштрафовало их на 150 тысяч евро. Условность дисквалификации проста. Еще одна подобная выходка болельщиков, и все они в компании футболистов и тренеров национальной команды отправятся домой. Главный тренер россиян Леонид Слуцкий надеется на благоразумие фанатов сборной. Мы еще раз говорим о том, что мы уверены, что наши болельщики больше не допустят подобного поведения и не дадут повода для дисквалификации национальной команды. До игры со словаками остаются сутки. Футболисты обеих команд активно тренируются, а французская полиция на всякий случай готовится к худшему. Валерий Кипелов, телекомпания «РТВАЙ». Продолжение следует... Продолжение следует...